Над этим городом не разорвалась ни одна бомба. На его улицах не было кровопролитных боев, но если бы не мужество и трудовой подвиг его жителей, победы могло и не быть. Баку. Заповедная мрія Гитлера, что так и не здействовалася. Он рвался до азербайджанской нафты, адже она была такой необходимой для заправки лета и танков, а радянская армия без нее осталась бы снекровленной. Моя коллега Ирина Юсупова побывала в Баку и узнала, какой ценой удалось отстоять этот город, как работали в годы войны азербайджанские нефтяники, как там спасали раненых и как берегут память о тех днях сегодня. Город ветров, город огней. Невероятно красивый и гостеприимный Баку. Здесь можно побродить старинными улочками, взобраться на одну из гор и тогда весь город будет виден как на ладони. Или просто посидеть у моря, подставив лицо соленым брызгом. Трудно даже представить, что во время Второй мировой красавец Баку был настоящим прифронтовым городом. Гитлер рвался к скважинам и нефтеперерабатывающим заводам. Во что бы то ни стало, нужно было оставить без топлива советскую армию. Летом 1942 года немецкие войска практически вплотную подходят к Азербайджану. Гитлер даже назначил точную дату захвата Баку. 25 сентября. Для него это была, пожалуй, одна из самых значимых битв. Битва за нефть. Это уникальные кадры. В свой день рождения Гитлер разрезает торт с изображением Каспийского моря и бакинских нефтяных вышек. Мечта была такой сладкой и такой близкой. К Азербайджану советское командование стягивает колоссальные силы противовоздушной обороны. Вокруг Баку роют траншеи. За лопаты берутся все, у кого есть силы. Враг не должен войти в город. В траншеи выходили двери. И мы потом вот так и на стилбом. Кровать, подрывок, постели. Мы уже знали, где какая постель. И так подрывок спали. Дарья Романенко в 1942-м было 19. Ночью вместе с такими же девчонками ей приходилось копать траншеи. А днем встречать эшелоны с ранеными. Лежачие. Все лежачие были. Так что надо было нам ухаживать. Я ухаживала за одним старшим лейтенантом. Он мне предложение сделал даже. И все. Он мне говорит. Сам фронтовик. Раненый был. Опять нахлон. И он мне говорит. Ну я вот давай пожениться и маме скажу. Это еще одно испытание, которое Баку выдержал с честью. Сюда везли самых тяжелых. С обморожениями, контузиями, с воспалением легких. Тем, кому нужно было не только лечение, но и длительная реабилитация. В классах снова стоят парты. В коридоре слышен детский смех. А в годы войны в этой бакинской школе, как и во многих других, был госпиталь. Раненых везли со всего Союза. И в обычных больницах мест просто не хватало. На многих предприятиях вводят 12-часовой рабочий день. Нефтяники вообще трудятся в три смены. За годы войны в Азербайджане было добыто 75 миллионов тонн нефти. Альтернативы бакинской нефти не было. Вот такие вот качалки работали день и ночь. Все для фронта, все для победы. Практически 80% топлива для танковой авиации добывали азербайджанские нефтяники. По мере того, как немецкие войска продвигались на Кавказ, треть скважин заглушили и подготовили к уничтожению. Часть персонала перебросили в Катменистан. Но полностью отказаться от бакинской нефти советское командование не могло. Беспрерывно работали в три смены. Ночью свет выключали на нефтепромыслах. Там нигде света не было. Но моторы работали и нефть качали. Леонид Перевицкий во время войны был еще подростком. По ее окончании поступил в военное училище. Почти 40 лет прослужил в войсках ПВО. Говорит, из пяти самолетов во время войны каждый четвертый был заправлен бакинским бензином. И то, что совершили нефтяники, это подвиг. Если бы не азербайджанское горючее, победы бы у нас не было. Потому что это была война. Война моторов. Немцы это тоже прекрасно понимали. Дороги на Грозный и Ростов они заблокировали. Сотни составов с нефтью выехать из Азербайджана не могли. В июне 42-го все пути снабжения армии топливом фактически были отрезаны. Железнодорожные составы враг попросту разбомбил бы. И тогда было принято решение отправлять нефть морем. Это была дорога жизни для всего фронта. Вот только танкеров было совсем мало. Да и горючего они могли привезти совсем немного. И тогда на воду попробовали спустить железнодорожные цистерны. Заливали цистерны бензином. Привязывали танкеру. И еще 200-метровые бочки тоже привязывали. И таким образом тянули все тихо в Красноводск. А с Красноводска уже там и поезда ходили. Вот там уже бензин поступал уже в армию. Армия Азербайджан давал не только бензин. Здесь собирали танки, истребители и легендарные «катюши». Город хорошо охраняли с воздуха, так что многие заводы переоборудовали для нужд обороны. Вражеский самолет в небе над Баку появился лишь однажды. В июне 42-го немецкий «Юнкерс» прорвался практически к нефтяным вышкам. Но был сбит. Его обломки перевезли вот на это место, к знаменитой парашютной вышке, чтобы все бакинцы смогли их увидеть. 680 тысяч жителей Азербайджана ушли на фронт. Это почти каждый пятый. Аделю Агакишиеву призвали в 41-м, а закончила она войну в 45-м под Берлином. Она освобождала Украину, но о тех страшных боях не любит вспоминать. Очень много друзей тогда погибло. Там из этого балгона, не поймешь, из подвала, откуда пуль летал, вот не знала. Такие ребята умерли. Очень трудно было. Много, много погибли там. Очень много погибли наши. Эту газету за 9 мая операционная сестра хранит вот уже 71 год. Здесь сообщение, которого они ждали долгих 4 года. И отдельная благодарность ее первому украинскому фронту. Жалко, что мне ноги нет. Не могу ходить. Я бы с удовольствием опять поехала. Киев, Украина, Одесса, Харго. Какие с Леней были, боже мой, какие люди были. Они как нас уважали, как они любили нас. Поддержали нас. Нам дух давали. 350 тысяч жителей Азербайджана с фронта так и не вернулись. Здесь о них помнят и чтут. Помнят и те, кто совершил самый настоящий трудовой подвиг. У Баку нет статуса города-героя. За время войны здесь не разорвалась ни одна бомба. Но для тех, кто этот город любит и знает его историю, Баку все равно герой. Пусть и без статуса. КОНЕЦ Продолжение следует...